И в завершение темы получения альдегидов, кетонов. Ну начнем с таких широкоупотребительных методов. Опять же помним, есть у нас такие ступеньки спирт, альдегид, кислота. Ну тут еще может быть кетон, вторичный спирт, можно окислить в кетон, но до кислоты дело не пойдет. А тут можно, как красиво получилось, тут можно опускаться хоть до самого низа. Спирт, альдегид, кислота. И, ну мы этого уже в спиртах касались, то есть если хочется альдегид, кетон-то ладно, кетон дальше не проскочит. Вот, чем угодно этот вторичный спирт любыми ходовыми окислителями можно глушить, он на кетоне все равно остановится. То есть тут нет разницы, берете вы Джонса реагент, там Сарата или Коли, Кори, все равно на кетоне остановится. А тут надо нежно, надо нежно. Спирт дельдегида не проскакивая в кислоту, то есть остановиться вот здесь. Есть у нас несколько окислителей. Реагент Джонса. Ну, три окислителя на основе хромового ангидрида. То есть это в воде, в серной кислоте и в ацетоне. Ну, 0 градусов Цельсия, хотя не всегда. Ну, чаще всего охлаждают. Реагент. Господи, сколько там R и T. Ну, я напишу по максимуму, а вы там, если что, вы исправите. Это хрома-3 с двумя молями Перидина. Так, и реагент Коллинза или Кори. Вот кого-то из них. Кори, по-моему. Тот же хрома-3 в комплексе. Реагент уже не с самим Перидином, а его соляно-кислой солью. Вот эти два реагента позволяют окислить спирт, первичный спирт. Так, сейчас напишем по отдельности. То есть реагент Кори, реагент Джонса точнее, Джонса, он сразу до карбоновой кислоты. Реагент Джонса не годится для окисления первичного спирта в альдегид. Он проскочит. Он сразу до кислоты. А вот реагенты Сарета или Кори, Коллинза, вот эти все. В общем, когда хромовый энгидрид связан комплексом с Перидином в той или иной форме, вот это уже позволяет нежно остановиться на альдегиде, не проскакивая дальше в кетон. Ну, вторичные спирты, вторичные спирты, хоть Джонс, хоть Саррет, хоть Кори, всеми этими реагентами все равно до кетона. И даже всякими более жесткими. До кетона. В чем еще приятные стороны, ну, скажем, реагента Сарета? Он не затрагивает кратные связи. Он их не рвет. То есть, например, описаны вот такие реакции. Действуем реагентом Сарета. В хлористом метилене. В CH2-хлор-2. И получается альдегид. То есть, заголовка томонизоля. Способы получения. Первое. Окисление спиртов. Вот это все туда. Первое. Окисление спиртов. И первый подпункт. Окисление спиртов реагентами Джонса, Сарета, Кори. Да? Можно написать окисление соединениями хрома. Окисление соединениями хрома. Ну, мы это все уже проходили в теме спирта, поэтому я быстро. И есть такая классическая. Мягкий вариант, которым, если отгонять этот альдегид, он довольно легко летучий. Он будет отгоняться в первую очередь. Ну, чтобы дихромат его дальше не окислял. Вот это я вам даже показывал на примере этилового спирта, да? Ацет альдегид с запашком таким был. Зеленый раствор. Пахло ведь не уксусом, пахло яблоками такими подкисшими. Помните, да? То есть, получается альдегид. До уксусной кислоты он сразу не проскакивает. На альдегиде, в принципе, останавливается. Вы сами своим носом в этом убеждались. Там примеси уксусной кислоты мало ощущался запах. Это что касается окисления. А, и еще, да? Окисление, следующий подпунктик, окисление оксидом меди-2. Окисление. Тоже знакомая реакция. Это такая более школьная, но ее надо знать для ЕГЭ. Использование ее в каких-то лабораторных изысканиях, ну, мне не попадалось. Надо спросить умных людей, каких-нибудь профессоров, знающих. Применяется ли это и насколько. Мне не встречалось. Ну, покраснение. Красная такая, оранжево-красная медь. Рыжего такого, красного оттенка выпадает. Реакция как таковая не фигурирует в различных руководствах как качественная. Но, в принципе, если нет каких-то близких конкурирующих процессов, можно отчасти считать ее качественной. Так, ну и, в принципе, на окислении-то... Ну, можно вспомнить каталитическое, нежное окисление метана, да, из темы алканы. Тоже как отдельную реакцию это рассматривать. Это каталитическое окисление. Нежное. Ну, вот. Окисление, то есть, окисление спиртов. Окисление спиртов. Вот окисление алканов каталитическое. Второй пункт. Тоже вы это уже все знаете. Просто надо это повторить, написать. Восстановление. Снизу, с кислоты, не очень такой характерный ход, но, в принципе, в принципе, предположить его возможно, да, что восстановлением кислоты как-то на ступеньку выше можно подняться до альдегида. Ну, восстановитель. Все тот же. Алюмогидрид лития. Аккуратно используем мы. Что интересно. Бывают вот такие соединения. Ну, хлоран, гидриды, карбоновых кислот. Мы это еще не прошли. Пройдем. Если на такую штуку действовать, алюмогидридом лития, он восстановит и этот хлор, вот этот хлор снимет, и карбонильную группу восстановит. Получим спирт. Проскочим альдегид, получим сразу спирт. А можно ли как-то восстановить только этот хлор, не восстанавливая кислород? Можно. Для этого, ну, помните, был такой у нас пример отравленных катализаторов. Кстати, тут тоже можно гидрировать на отравленном катализаторе. Тоже снимется только хлор. Там палладий, на баре Су-4, отравленный. Вот. И это можно провести, осуществить некий аналог отравления. И в этом случае немножечко снизить активность алюмогидридолития. Как это делается? Один водород мы оставляем. Литий-алюминий-H. А три других водорода заменяем на какой-нибудь органический радикал. Ну, например, трет-бутокси. То есть, вот на такую группу. Вот трет-бутокси трижды. То есть, один водород остался. Три других места занимают трет-бутокси группы. Она объемная. Как видите, создает затруднения. Благодаря чему тоже этот водород работает уже менее активно. и получаем альдегид. Это восстановление по Розимунду, по-моему. Розимунда-Зайцева. По Розимунду. Так, третий пункт. Реакция Кучерова. Тоже знакомая вам. Вот у вас уже картинка органической химии. В принципе, взаимосвязи хорошо складывается, да? То есть, имеет место присоединение воды на ртутном катализаторе. По правилу Марковникова водород идет к наиболее гидрогенизированному атому углерода. Можно и умнее сказать, да, что тут радикал. Вот этот обуславливает. В общем, как бы там ни было, водород идет к наиболее гидрогенизированному, гидроксильная группа к менее гидрогенизированному. И мы получаем вот такое соединение. Как вы помните, это енол. За редкими случаями енолы дико неустойчивы. И происходит перегруппировка, точнее, перегруппировка, таутомерный переход. Таутомерный переход. Кето-енольная таутомерия, да? Таутомерный переход. Ну, вот так вот сделаем. То есть, ну, попросту группа CH3, да, метил. Таутомерный переход. Все алкины, кроме ацетилена, дают, соответственно, кетоны. Уже дают кетоны. Единственное, что дает в этой реакции альдегид, это ацетилен. Ацетилен. Он дает ацетальдегид. Четвертое. Гидролиз. Гидролиз гиминальных и галогенпроизводных. Гидролиз гиминальных и галогенпроизводных. Ну, я возьму хлоры тут. Хотя могут быть бромы, понятное дело, йоды. Йод даже лучше уйдет. Берем щелочь. В данном случае, ну, по школьным понятиям водный раствор. Хотя это довольно наивно на самом деле. СН реакции и Е реакции там все гораздо сложнее. Ну, чтобы мне тут натрий хлор не мешался, я его вот здесь, минус натрий хлор. Ладно, давайте сделаем нормально. Ехать, так ехать. Два натрий хлор. Образуется вот такой гемдиол, который, как вы помните, неустойчив. А я вот хитро сделаю. Вот так сделаю. Он самопроизвольно отщепляет воду. Самопроизвольно отщепляет воду с образованием уже карбонильного соединения. Обратите внимание на реакцию. В ЕГЭ встречаются довольно часто. Так, ну, пятое. Пятое. Это уже такая более экзотическая, две более экзотических реакции, таких со звездочками, да. Каталитическое окисление алкенов. В промышленности используется этилен. Такой катализатор на основе меди. Палладия, вода тут должна присутствовать. Получается альдегиды шестое тоже так, со звездочкой. Гидроформулирование алкенов. Здесь катализаторами служат уже карбонилы, например, кобальт-2, СО-8, октокарбонил кобальта. Бывает родий два СО-8. Господи. Ну, пусть будет карбонил кобальт. Хватит нам. Тут цепь уже увеличивается на один атом углерода. Цепь увеличивается на один атом углерода. А, Господи, дальше, цифра 7. Это вот важная цифра. Без звездочки в ЕГЭ бывает, надо знать. Пиролиз, кальциевых и барьевых, можно, наверное, струнциевых, но струнциевых дорогой, барьевых солей, карбоновых кислот. Кальций, барий, это металлы двухвалентные, двухкислотные, а вот кислотные остатки РЦОО одно. Одно, как бы, одно основное с одним минусом. Поэтому на барий или на калий таких кислотных остатков надо два. Два кислотных остатка в солях. То есть, вот первый минус. второй минус, ну, допустим, кальций. И когда это дело нагревают, пиролиз проводят. отщепляется кальций СО3. Карбонат, ну, может быть, барий, смотря какой металл, неважно. И образуется карбонильное соединение. Конечно, это штрих. Может быть, и другой быть радикал. Но лучше, конечно, брать одинаковые, чтобы не было всяких диких смесей. Например, пиролизом ацетата кальция когда-то получали ацетон. То есть, это в такой более свернутой форме. Кальций, СН3, СОО дважды. В свернутом виде, да, вот так вот будет это записано. Кислоты мы еще как бы не прошли, но они бывают двухосновные. Когда в одной кислоте две СООН группы, ну, как адипиновая была. И в этом случае можно получить циклические даже. Циклические. Вот, скажем, наша инитарная кислота. Кальций. Нагреем такую штуку. получится цикл из пяти, да? Раз, два, три, четыре, пять. И плюс кальций и СО3. Ну, так можно получить вот эти циклы пять-шесть. Если меньше, там другие уже идут реакции. так только пять-шесть работает. Если тут пяти- или шести-членный цикл образуется. Четыре, три, тем более, уже тут не получится. Там другие уже идут реакции. Это будет в теме двухосновные кислоты. Восьмой метод, с которым, наверное, следовало бы начинать. Озонирование. Реакция Гарриеса. Знакомые уже до боли, надеюсь. Ну, сначала моли зонит, потом азонит. я уже все не пишу, потому что вы все это знаете. То есть, азонит, который можно подвергать как восстановительному разрушению, так и окислительному разрушению. Разложению, точнее, если хочется все-таки восстановительное разложение, ну, там с цинковой пылью. Разлагаем и получаем альдегиды. Альдегиды. Долгие годы, как вы помните по этой реакции, за неимением всяческих ЕМР и прочего баловства устанавливали строение алкенов всяких. Альдегиды. Если здесь ну, где-то радикальчик, да, а не водородик, я просто так сделаю вам заново писать два штриха, то можно и кетоны сделать. Вот два раза вам надо написать, там на паузу поставить, все переписать, вот опять на паузу поставить, все переписать. Ужас! Советую непременно идти работать учителями, чтобы иметь возможность стереть в одном месте и дописать. Кто еще так может? Что вы лезете в свете? Бизнесмены, успешные и богатые люди, что это за жизнь? Так. что-то очевидное. А, ну вот, пока не помню то, вспомню вот это. Есть похожая реакция, да, с алкенами, когда их окисляют кислым перманганатом калия. Там, вообще-то, вы помните, реакция идет до кислот, до кислот. Там реакция идет до кислот. Но если здесь вот два радикала, да, вот здесь рвется, здесь рвется, то из этой половинки получится-то, ведь, все равно, кетон. из этого кислота, да, он содержит всего один радикал рядом, а из этого вот кетон. Ну, вот так, конечно, никто кетон и эльдегиды не получает, но так, для напоминания, в таком процессе они тоже образуются. в таком процессе они тоже образуются.